В эфире седьмого новости мы подводим информационные итоги дня в студии Екатерина Поденежная. Здравствуйте! Сейчас коротко о главных событиях. Ремонт трассы Одесса-арени закончат осенью. Старт работам дал лично Михаил Саакашвили. Горячий дерибан в Затоке. Следственное управление Одесской области продолжает борьбу за базы отдыха. Чтобы собрать школьника в первый класс, в среднем надо потратить около 5000 гривен. Ну а каким будет качество товаров и на чем будете экономить, вы решаете сами. Ремонт трассы Одесса-арени обещают закончить к 20 ноября. А недостающие 400 миллионов нашли не на таможне, а в Украфтодоре. Сегодня начался ремонт на еще нескольких участках. Старт им дал лично Михаил Саакашвили. А палатку пообещал с трассы убрать. Еще на нескольких участках трассы Одесса-арени сегодня начинаются ремонтные работы. В обл. Автодоре сообщают, недостающие 400 миллионов гривен к 700 ранее выделенным нашлись. И уже в ближайшее время пройдут тендеры и остальные положенные по закону процедуры. Мы сегодня получили подтверждение на финансирование недостающих пяти участков, которым деньги планировалось получить от таможни. Нашли другой источник финансирования. Кредитные средства Украфтодора. У них есть экономия по другим объектам, по другим областям. И за счет этой экономии выделяются деньги на Одесскую область для завершения работ по Одессе-арени. По словам Михаила Саакашвили, поскольку средства на ремонт общими усилиями нашли, он убирает в свой временный штаб палатку с трассы. Как только эта дорога будет отремонтирована, во-первых, там сразу она забьется, потому что будет большое движение. Нам надо ужесточить контроль за весом фур, потому что это в интересах, чтобы эта дорога долго проделась. Второе. Как только она забьется, мы уже в этом году говорим с правительством Украины, чтобы выделили деньги на проектирование большого автострада, потому что нам обязательно понадобится автострада, соответственно, Бухарест. И это будет через Лиман. Это гораздо дороже, стоящее восстановление этой полосы. Нам нужна четырехполосная дорога класса автобана Одесса-Бухарест. Напомню, что по информации облафтодора сейчас ремонтируют 8 участков трассы общей протяженностью 56 километров. Все 17 участков длиной 80 километров обещают сделать до 20 ноября. Александр Полуев, Алексей Барановский, Седьмой канал. В Одессе проверят имущество прокуроров. Возглавит рабочую группу Геннадий Дашко, участник АТО. Анкетированный обязан заполнить так называемую декларацию добропорядочности. После она попадет на сайт Генпрокуратуры. Среди множества пунктов необходимо указать также о возможном участии в коррупционных схемах и вмешательстве в работу других прокуроров. И если же на сотрудника поступит жалоба, это станет предлогом для проверки его декларации, а точнее, насколько она соответствует действительности. Есть информация на прокурора, что он живет в доме 900 квадратных метров, который он не задекларировал. Выезжает эта группа в район этого дома, опрашиваются соседи, проверяется видеонаблюдение соседних магазинов и так далее. Если подтвердится, что он действительно проживает в этом доме, это будет достаточно для того, чтобы его уволить просто. Это минимум. То есть максимум это возможность будет возбудить уголовное дело о несоответствии уровня жизни своим доходам. Борьба за казенные базы отдыха в Затоке продолжается. Точнее, за то, что осталось от них после нескольких пожаров. А это дорогостоящая земля на берегу моря. Запах гари, бриза и денег. Все это в сюжете Игоря Хмурова. Я директор базы отдыха, это базы при Чармургеологии, Бурец Василий Николаевич. Мы находимся возле пупелища. Раньше здесь стоял корпус на 14 суток, без удобств, в котором отдыхали наши елоги с города Одессы. На данный момент, как вы видите, осталось только с хреб... вернее, потрешком все, с шифер и пепел. Все. От сильной температуры супер, а там был люкс, в котором вы видите, что осталось, потому что там была вагонка, пенопласт. Все это тоже обогнулось, сгорело. И от температуры вот пришла мне водность. И эти корпуса, в которых тоже отдыхали работники предприятия. Это видео появилось в интернете еще год назад. Тогда директор не знал, активная фаза отжима земли только набирает обороты. Август нынешнего года. Теперь топазы смежный геолог выглядят вот так. Лакомые гектары в затоке попали в оборот 12 лет назад, под предлогом реконструкции турбазы частным лицом. Потом в ход пошли разные фирмы, и барабан завертелся быстрее. Максимальную скорость режим отжим набрал в 14-м. Заинтересованные лица открыли одноименную фирму и пошли в атаку. Главной преградой оказалась сама турбаза. Землю через местных чинуш отхватили, но строения все еще принадлежали геологам. В любой момент мутные бумаги могли заморозить, а земельку надо было еще и перепродать. Желательно несколько раз, чтобы точно концы в воду. Осенью 14-го топаз полыхнул в первый раз. По прибытию первых подразделений было установлено, что загорание ориентировочно на площади 450 квадратных метров, загорание домиков для отдыха. Первые прибывшие подразделения было установлено, что есть угроза распространения огня, и также произошло загорание сразу же на другой базе отдыха трех домиков базы отдыха «Геолог». Далее топазы «Геолог» горели еще раз пять за пару месяцев. Потом была шумиха в СМИ и путевка в СИЗО для местной верхушки управленцев. Их подловили на отчуждение другого куска земли за пару десятков миллионов. Охотники за топазом немного поутихли. Новый этап отжима произошел уже в мае нынешнего года. Сперва турбазу захватили тетушки-гастарбайтеры, устроив погром и выгнав дирекцию. Потом опять пожар. На этот раз почти дотла. То, что осталось, разбирали вручную. Соседи топаза рассказали, металл резали и продавали, не отходя от кассы. Желающих заработать набирали среди местных, якобы за 500 гривен в день. Оставшиеся на вахте тетушки затем атаковали соседнюю турбазу, Зори Террасполя. Полиция их спугнула. Обошлось без пожара. Соседи погорельцев на камеру говорить боятся. Но в приватной беседе пожаловались. Им тоже угрожают и советуют готовить чемоданы. Последней преградой между рейдерами и золотыми гектарами остается следственное управление Одесской области. Там говорят, дело движется, но злоумышленники не сдаются и даже переходят в судебные контратаки. В ходе расследования данных уголовных производств были наложены аресты на земельные участки по нашему ходатайству судебной инстанции. На сегодняшний день происходили со стороны тех лиц, происходили попытки снятия арестов. Однако мы в любом случае будем обжаловать данное решение, обращаясь в прокуратуру Одесской области, так как именно прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство за расследованием данной категории дел. Главный следователь региона говорит, отступать его коллеги не собираются. Это уже дело принципа. Рейдерам светит от 5 до 12 лет, а сообщникам во власти от 2 до 6. На сегодняшний день открыты уголовные производства по статьям 190, часть 74. Это завладение имуществом путем обмана. А также 364, часть 2, это злоупотребление должностными лицами Затоковского поселкового совета. А также статья самоуправства 356, главного кодекса Украины, это то, что там были снесены часть строений на этих базах отдыха. Факт последнего майского поджога должны доказать эксперты. Тогда статей может прибавиться. Сергей Николаевич объясняет, такие дела очень непросты. Чтобы довести до суда земельные грехи прошлой верхушки Затоки, целая команда следователей трудилась больше года. А здесь еще и чехарда с наложением и снятием арестов. Хочется верить, что суды не станут потакать огненным рейдерам. Ведь лето подходит к концу, еще живые турбазы скоро опустеют. Кто знает, сколько пожарищ может принести холодный сезон, если эту дерзкую схему не пресечь на корню. Игорь Хмурый, Игорь Казанжи, Андрей Кульба, Седьмой канал. Их служба по-прежнему опасна и трудна. Сегодня национальная полиция впервые отмечает свой первый праздник. Во всей Украине стражи порядка поздравляют и подводят итоги работы за год. На торжественном мероприятии были и наши корреспонденты. С самого утра стражи порядка принимают поздравления. Оркестр играет торжественный марш. На импровизированном плацу возле морвокзала выстроились те, кто призван охранять наш покой. Здесь различные подразделения полиции. Бравые парни из спецназа и саперной службы охотно делятся спецификой своей работы. Нейтрализация определенных ситуаций, которые угрожают нашим гражданам, ликвидация вооруженных преступников, а также действия в чрезвычайных ситуациях. Полицейские в полной выкладке готовы показать одесситам и гостям города на что способны. Во время торжественной церемонии ребят волнуясь поздравляет руководство областного управления нацполиции. Для них это особый день. Доброго дня, шановные полицейские. Витаю вас в профессийном святом. Уважаемые коллеги, дорогие полицейские, привлеченные гости. Я часто это говорю и хочу, чтобы вы знали. Мы не дадим своих обид. Я лично встану на защиту каждого полицейского и взамен требую только добросовольственного выполнения. Профессионного долга. На церемонии подвели итоги работы за год, а лучших из лучших наградили и отметили знаками отличия. Удостоились особого внимания и те, кто участвовал в обороне Мариуполя. Каждый из вас может с гордостью и полной ответственностью сказать, что в установлении мира и порядка есть ваша личная заслуга. Поздравляли сильных мужчин и женщины, которые доверяют этим ребятам не только своей жизни, но и мирное детство своих детей. До вас сбежат и дети, и женщины, и бабушки, и мужчины. И это, на самом деле, самый лучший показник вашей работы. Помните, что ваше особо – это обличие не только полицейского, это обличие всей полиции, где бы все не было. По всей Украине сегодня прошли торжественные праздничные мероприятия. Руководство страны и нацполиции пообещали и дальше проводить необходимые реформы с учетом всех ошибок прошедшего года. Более подробно о работе КОПов смотрите в эту субботу в итогах недели в 20.00. Наших полицейских поздравляют Елену Крылатова, Александр Полуев, Алексей Филиппов и весь Седьмой канал. Полный подвал воды и угроза замыкания электрощитовой. В доме на Королево 58. Из-за прорыва теплосетей жители рискуют остаться без электроэнергии. Здесь затоплено основание дома и полная антисанитария. Анна живет на Королево 58. По словам девушки, вчера днем подвал их многоквартирного дома начал стремительно наполняться водой. Где-то начало второго дня я выгуливала собак и обратила внимание на то, что как бы испарение. Здесь у меня получается находится больной кот, как бы мы его лечим. И я зашла и слышу звук такой, как бы испарение и звук воды. Зашла, открыла, ну как бы здесь у нас в принципе приоткрыто. Я посмотрю, как бы там вода. Местные говорят, вызвали мастера из ЖКС, а тот поставил вердикт – прорыв теплосетей. Жители 58-го дома говорят, из-за напора воды даже появились трещины в асфальте возле дома. Приезда бригады из теплоснабжения ждали больше часа. После перекрытия вода все равно продолжила стекать в подвал. Оказался затопленным подвал не только в 4-й парадной, но и по всему дому, вплоть до первого подъезда. Люди опасаются, что вода может повредить электрощитовую. Это не считая бытовых неудобств от затопления. Пару лет назад уже был аналогичный случай, тогда жильцам обесточенного дома пришлось перекрывать дорогу. Я думаю, здесь все находящиеся чувствуют испарение. Лето, жара, то есть завтра-послезавтра, то есть первые, вторые этажи, дети. Где-то что-то вода там где-то просочится, и не факт, что щитовая взорвется, и мы будем опять неделю сидеть без света. Кто будет откачивать воду из подвала, непонятно, говорят местные. В ЖКСе кивают на теплосети. От них комментарий получить пока не удалось. Если коммунальщики не решат проблему, люди вынуждены будут вновь искать радикальные меры. Александр Полуев, Игорь Казанджи, Седьмой канал. Первое сентября не за горами. Перед тысячами родителей снова вопрос немалых трат на образование ребенка. Одна из статей расходов – так называемые благотворительные взносы фонды школ. Платить или не платить – добровольно принудительные пожертвования. И на что они пойдут? На эти вопросы попытались ответить в департаменте образования гурсовета. Понятие «вступительный взнос» существовать не может. Я объясню свою мысль. Не может внесение, невнесение каких-либо средств в школу быть условием поступления ребенка в школу. То есть понятие «вступительного взноса» незаконно априори. Но вот так называемые добровольные взносы насчет благотворительной организации при школе вполне законны. Но принуждать их к этому, ставить в зависимость поступления от сдачи ими денег – это уголовное преступление. Учитель, директор, особенно директор школы, завод школы не имеют никакого права участвовать в сборе денег. Если вы все же решили поучаствовать материально в жизни школы, отмечают никаких наличных расчетов из рук в руки. Только перевод на счет благотворительной организации. Если же в школе настаивают на наличности, звоните на горячую линию 725 35 93. И в продолжение темы. Во сколько обойдется в этом году школьная корзина? На рынках и в магазинах большой ассортимент формы, рюкзаков и констоваров. Сколько придется потратить родителям первоклашек, уже знает наша Ольга Голодова. До 1 сентября осталось меньше месяца. Родители первоклашек считают, сколько денег из семейного бюджета потратить на школьную форму и рюкзак. Мы расскажем и покажем вам, что почем. Все дороги ведут родителей на один из популярнейших рынков Одессы – 7-й километр. Помимо местных жителей, детей в школу тут собирают и гости из зарубежья. Семья Гончаренко приехала из Беларуси. Одевается у нас не первый год. Говорят, украинские цены ниже в два раза. Ну рюкзак, допустим, такого качества, как покупали мы дочки, у нас точно был в два раза дороже. То есть в районе 100 долларов. Ну мы переводим просто в валюту в основном, потому что нам так проще ориентироваться. А у вас там он был, может, 40, чем-то или 50. Вместе с родными и трехлетняя Ксюша тоже выбирает себе карандаши и ручки. Ну когда я подошу, я буду ходить в школу. Сейчас я тоже подошу. Что там делают в школе? Знаешь, учиться. А кто точно пойдет этой осенью в первый класс – это Маша. Для полного комплекта остались мелочи. А прозрачные обложки запишутся на район. Первый класс. Смотрите, эти обложки тут тонированы, они полупрозрачные. У мамы Маши все записано. Это верный способ ничего не забыть купить. Тысячи три. Ну это уже из одежды, с формы, с обувью, там все все. Ну, мне кажется, еще немножко будет. Еще будет все. Ну и вообще хотели тысяч пять, потому что так, чтобы качество было. Самое дорогое, что у нас есть – это дети. Поэтому на них экономить не надо. Я так считаю. Цены на школьную форму от 700 гривен. На обувь – от 200 и выше. Концтовары, конечно, дешевле. Стоимость пенала – от 20, ручки – от 1 гривны, карандаши – полторы. Собрать первоклассчику – это скромно. Это вот как ребята собирались. Это 300 гривен, 330. Это так, 10 тетрадочек, две ручечки. Есть родители, которые не хотят мучиться. Они берут там упаковку ручек, по пачке тетради штук 60. Это уже будет где-то порядка 700 гривен. Товары украинского производства стоят дешевле. Иностранные товары подороже. На рынке есть предложения из Польши и Германии. Производитель немцы стараются сделать так, чтобы ребенок получал больше возможностей приятного ношения к ручекам. Цена идет, допустим, от 2,5 тысячи гривен до 4 тысячи гривен. Первый класс, если брать по среднему без порфеля, от 1000 гривен до 2000. В зависимости от комплектации. Ну а на спортивную форму надо потратить от 400 гривен. Кеды или кроссовки тоже примерно по такой же цене. Стоимость бантиков и праздничных носочков от 30 гривен. Ну а пока родители раскошеливаются, дети рассказывают нам, кем они будут, когда уже окончат школу. Когда я вырасту, я буду кондитером. Я хотела, ну вот, например, там доктором. Это потом, как мой брат, это, ну, поваром. А потом мама мне как-то сказала, что там густерляки вот такие носят. Я придумала. А еще некоторые добрые продавцы делают первоклассникам скидку 5%. Чтобы собрать школьника в первый класс, в среднем надо потратить около 5000 гривен. Ну а каким будет качество товаров и на чем будете экономить, вы решаете сами. В новом учебном году одесские школы ждут нововведения. К примеру, первоклассникам наряду с обычными ручками разрешат пользоваться простыми карандашами, чтобы легко стереть ошибку. Впрочем, это лишь приятные мелочи. Всю начальную школу ждет существенная трансформация. В новый учебный год по новым правилам с 1 сентября учеников младшей школы и их учителей ждет целый ряд инноваций. К примеру, первоклассникам отныне разрешат писать карандашом вместо ручек, чтобы можно было ошибку стереть ластиком и избежать зачеркивания. Впрочем, это только верхушка айсберга очередной школьной реформы. Кроме того подхода, о котором говорит вся Украина, перехода на 12-летку, который мы ожидаем не в этом году, а со следующего, с 2018 года, пока мы до него еще не дошли, уже сегодня существенные изменения претерпело содержание учебных программ. Изменения коснутся всех 14 программ учеников начальных классов. Они готовились с помощью педагогов всей Украины, в том числе одесских, в онлайн режиме. Так теперь не будет фиксированного времени на ту или иную тему. Учителя сами, в зависимости от успеваемости класса, смогут корректировать время, при этом не выходя за рамки учебного процесса. И это тоже не все. Следующее изменение, достаточно серьезное, на мой взгляд, очень прогрессивное, я бы его подчеркнула в первую очередь, это уход от формального изучения букв, цифр, которые мы привыкли анализировать на скорость. Так называемая техника чтения, к которой мы все с вами привыкли, еще обучаясь сами в начальной школе, подразумевает в первую очередь прочтение за минуту определенное количество слов, и только потом анализ осмысленности этого прочтения. Сейчас в начальной школе, в соответствии с новыми изменениями, в первую очередь будет анализироваться не то, сколько слов прочел ребенок, а то, как он усвоил тот материал, который он прочел. Кроме этого, первоклассник ожидает новшества в изучении английского языка. Теперь основной упор пойдет на практическую часть, то есть на разговорную речь, освоение звуков и произношение. Еще будут изменения в математике и литературном чтении. По литературному чтению из программы начальной школы исключены достаточно такие объемные, сложные для восприятия ребенком тексты, и они заменены произведениями современных детских писателей. В творческих предметах сделают больше практики и меньше теории. Также учителя младшей школы теперь получат право подбирать 50% тем по рисованию, трудам и музыке. Остальные 50% остаются обязательными. Кардинально поменяется подход к физкультуре. Отменять не отменят, но серьезно трансформируют. Серьезным разделом программы по физкультуре становится раздел «Активный отдых», где детей будут знакомить с играми на свежем воздухе, где действительно наши дети смогут подвигаться. И самое главное, что оценивание этого предмета переходит из разряда фиксированной оценки за выполнение нормативов к разряду оценки личных достижений ребенка. То есть с учетом его физического развития, состояния здоровья. Главная задача всех этих изменений – уйти от процесса простого физического наполнения ребенка набором знаний и переходу к набору компетентности. Во всяком случае, так звучит официальная формулировка. А насколько ее удастся притворить в жизнь, увидим уже в ближайшее время. Специалисты обещают, что полноценно заработают все изменения уже в этом учебном году. Сергей Бандур, Алексей Барановский, Седьмой канал. Таким был этот день. Завтра будут другие события. О них вам расскажет мой коллега Игорь Буренко. Я же напоминаю, следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте, в Твиттере и социальных сетях. Это наш город и ваш седьмой канал. Берегите себя. До свидания.